Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свои комментарии под видео. Подписывайтесь на наш новый телеграм-канал «Редиско». Ссылка в описании к видео. Институтом президента подготовлен пакет законов по реформе юстиции. В первую очередь, это закон о чрезвычайной внешней оценке судей и прокуроров. Национальный орган по неподкупности НОН больше не позволит некоторым высокопоставленным лицам скрывать свои активы на счетах родственников. В законодательство о конфискации незаконно нажитого имущества вносятся изменения, заявила президент Республики Молдова Майя Санду в ходе онлайн-дискуссии с гражданами Молдовы в США и Канаде передают IPNMD. Для того, чтобы эти изменения стали реальностью, необходимо, чтобы за них проголосовал парламент. И существует большая потребность в парламенте, который не боится чистого и независимого правосудия. Надеемся, получить такое большинство в следующем парламенте, отметила Майя Санду. Граждане Молдовы в США сообщили, что посольство Республики Молдова в Вашингтоне не может справиться с большим количеством заявлений. Поэтому они попросили открытие консульства Республики Молдова в других городах США, например, в Чикаго, где есть большая община молдаван. Майя Санду ответила им, что провела ряд бесед с официальными лицами из Министерства иностранных дел и Европейской интеграции в Кишиневе. Министерство выделит больше ресурсов на консульские службы. При этом глава государства сообщила, что проведет переговоры с должностными лицами Министерства иностранных дел, чтобы сотрудники посольства могли хотя бы раз в год ездить во Флориду для оформления документов гражданам Республики Молдова, находящимся на юге США. Молдаване на американском континенте попросили также заключить с Канадой соглашение о социальном обеспечении. Майя Санду уточнила, что давно существует диалог на эту тему, но, к сожалению, он не дал результатов, потому что со стороны канадских властей нет большой открытости. «Но мы возобновим эти обсуждения. Мы начали проводить очень активную внешнюю политику. Нам удалось восстановить отношения с несколькими государствами. У нас очень хороший диалог с посольством Канады в Бухаресте. Мы выступаем за углубление отношений с Канадой», подчеркнула президент Республики Молдова. По поводу открытия нового авиарейса из Нью-Йорка в Кишинев, Майя Санду сказала, что из-за пандемии дела обстоят сложно, даже на более коротких участках полета. «Количество рейсов в Кишинев сокращено. Надеемся в ближайшее время выйти из этой пандемии и восстановить временно отмененные рейсы. Это зависит от того, кто будет руководить учреждениями, потому что на протяжении многих лет у нас были серьезные проблемы из-за продвижения неподходящих людей. Мы попытались поговорить с несколькими компаниями, чтобы привлечь их сюда, на рынок», — подчеркнула Майя Санду. Напомним, 2 июня президент Майя Санду посетила Тераклию и Чедерлунгу, где провела встречи с жителями, примарами, директорами учебных заведений, врачами и местными предпринимателями. Мы обсудили множество национальных и местных вопросов и договорились, что должны работать вместе, чтобы построить справедливое, единое и инклюзивное общество, в котором каждый будет чувствовать себя полезным и иметь шанс заявить о себе. Еще одним пунктом назначения было Чедерлунга, где я встретилась с Ассоциацией примаров автономии Гагаузия. Мы обсудили насущные потребности населенных пунктов, находящихся в ведении членов Ассоциации, справедливое финансирование местных органов власти, предоставление ресурсов для дорогостоящих проектов, водоснабжение и канализация, вывоз мусора, ремонт дорог, поддержка инициатив по созданию рабочих мест. Местные примары отметили, что для решения этих проблем им нужна поддержка Центральной и Публичной администрации, написала Майя Санду на своей странице в Facebook. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.